Друзья, продолжается наша встреча. Ляля Рублёва у нас сегодня в гостях. Замечательная певица. Ляля, вопрос у меня такой. Во-первых, очень приятно работать и слушать, как человек действительно поёт. Спасибо. В отличие от многих людей, которые... То есть человек поёт не только сердцем, не только душой, в отличие от многих. Вопрос у меня такой. Человек, который отягощён такими знаниями. Я имею в виду, конечно же, серьёзное музыкальное образование. Занимаетесь ли вы как педагог с кем-нибудь? Учите ли вы людей петь, молодых, может быть, и не только молодых? Сейчас, как у нас принято говорить, олигаршата любят петь, к примеру. У меня готов ответ. Потому что я тоже вспомнила. Значит, в Америке у меня был, опять же, первый период. Я преподавала по классу вокала. У меня были дети, скажем, где-то лет с 12 и туда дальше. Ну, лет до 30, может, у меня было несколько учеников. Там была такая школа. То есть она сейчас есть, школа Шостакович, музыкальная школа. Там было вокальное отделение, я, значит, преподавала. Мне приводили детей и говорили, что вот я должна с ними заниматься. Но, слава богу, что, в общем-то, более-менее тех, которые мне приводили, были нормальны. У меня есть один звёздный мальчик, я с ним занималась, Киллон. Вот он сейчас очень пробивается. Буквально вот я ему поставила несколько песен, и вот с ними он достаточно успешно идёт по жизни. Очень хороший у меня мальчик. Один раз у меня был такой случай, вот как вы говорите, олигаршат, олигаршат. Причём это имеются в виду не молодые люди, а самые разные. Да, ну, короче... По возрасту. Вот, и, значит, ну, это был, слава богу, ребёнок небольшой. Ну, олигарх, видимо, там мама была. Вот, и, значит, вызывает меня директриса и говорит, значит, Ляля, вот тебе, значит, девочка, ты должна с ней позаниматься. Я говорю, хорошо, я пойду её прослушаю. Я, значит, иду в класс, значит, и начинаю с ней это напряжение. Ля-ля-ля-ля-ля, да, значит, а девочка у меня ля-ля-ля. По полтонам она ля-ля-ля. То есть абсолютно нету слуха, я уж про голос не говорю. Я, значит, говорю, Диана, это, говорю, бесполезно, тут просто, говорю, без вариантов. Она говорит, ты что, они, говорит, очень богатые. Я говорю, так, извините, это, говорю, уже из другой, говорю, области. Говорю, медицинская. И я так и сказала, там и ставки другие, говорю, и нервы другие. Я говорю, увольте меня от этого ученика. Да, отказалась. Не, ну там действительно было... А деньги были вот и нет. Ну, там было без вариантов. А что такое бывает? Потому что как-то бытует такое общее мнение у людей, которые профессионально не связаны именно с пением, с обучением пению, что якобы можно развить и отсутствие слуха, и отсутствие голоса. Ну, в какой-то мере наверняка можно. Возьмите наших священнослужителей, все же должны обладать каким-то вокальным данным. Я не знаю, проверяйте перед тем, как они туда поступают. Ну, опять же, возьмите просто 90% эстрады. Да, но будучи профессиональным человеком и пройдя курс полное обучение, ну вот смотрите, класс дикции был необходим, то есть чтобы речь была правильной, чтобы слова песен были понятны. Зачастую сегодня мы ничего не понимаем, в чем там поют. Ну, дикции нет. Главное, ритм и обаяние. Да, этому не учат. Кроме вокального как такового. А связки и слух, они все связаны, чтобы они... Ну, то есть это целая техника, и на самом деле, если нет таланта, то оно и ничего не получится. Все-таки талант, он изначально все-таки у певца должен быть. Я это имею в виду, у певца. Он обязательно должен быть. На самом деле, я тоже, мне много раз спрашивали на тему того, что, дескать, можно ли купить популярность, можно ли, там, деньгами решить вопрос творчества. Я говорил, приводил прям конкретный пример, я говорил, вот смотрите, денег вбухано. Ого-го, и что? Ну, ведь людей же невозможно заставить ходить на концерты, покупать, самое главное аплодировать, и еще самое главное, что как-то эмоционально воспринимать то, что человек поет. Ну, а что сегодня-то получается, что вот в России на концерты же не ходят люди? Ходят, но мало. Ну, давайте так скажем. Ходят, но мало. Ходят, но мало. Причина же есть? Ну, есть, конечно. Конечно, есть. Как у меня был один товарищ, который в свое время катал группу «Ласковый май», он ставил им аппарат. Он говорит, идеальная группа для выступлений. У ребят записаны даже разговоры между песнями. То есть, просто в принципе ничего не нужно. То есть, главное вовремя, чтобы у изображающего пения было понимание, когда надо с микрофоном работать. Друзья, певица Ляля Рублева у нас сегодня в гостях. Среди дорог следующая песня. Приди опять ты в этот дом, без вам, без тебя. И пусть исчезнет вдруг разлука, не постыдись мне рассказать, что долго колебался. Ко мне вернуться или нет, наверно, сомневался. Среди народ, среди друзей в людской толпе Ты, может, думал, может, помнил обо мне. Возможно, каждый день скучал, один скучал. Как я скучала, ты не знал. Другую ты судьбу искал на жизненной дороге, Но не нашел ты свой причал, и вот ты на моем пороге. От злости голос не сорву, уйди, сказать не смею. Я рады сердца залечу, простить тебя сумею. Среди народ, среди друзей в людской толпе Ты, может, думал, может, помнил обо мне. Возможно, каждый день скучал, один скучал. Как я скучала, ты не знал. Среди народ, среди друзей в людской толпе Ты, может, думал, может, помнил обо мне. Возможно, каждый день скучал, один скучал. Как я скучала, ты не знал. Нет, ты не знал. Ты не знал. Друзья, продолжается наша программа. К нам приехал, сегодня к нам приехала певица Ляля Рублева. Ляля, вопрос такой. Для того, чтобы стихи стали песней. Вообще, как происходит подбор очередных треков в свой репертуар? То есть, это должна быть какая-то стихотворная история, которая потрясла, и уже с ней приходить к композитору. Либо это какая-то уже готовая песня, которая написана специально. И вот что должно быть в этом удивительном слове, в стихах, то есть в специально связанных словах, чтобы это могло стать песней? Ну, лично мое мнение такое, что музыка и слова, тексты к песню, это когда-то были стихи, сегодня это текст к песне. Конечно, мне нравится, когда там есть сюжет. Потому что когда есть какой-то сюжет, ну, легче понять, что там происходит, и ты понимаешь, подходит тебе эта песня или нет. Но, и тем не менее, и текст, и музыка должны подходить одно к другому. И я так полагаю, что когда это случается, то и получается хит. Иногда совершенно как бы думаешь, ну, с чего там, да? А вот одно к другому как-то вот подошло. Вот как-то подошло. А вы пытаетесь просчитать, какая песня может стать хитом? Ну, это все, наверное, пытаются делать. Я так думаю, что любой исполнитель хочет это просчитать, как бы спеть такую песню, чтобы стало хитом, его визитной карточкой и так далее, да.